всем привет сегодня я буду готовить мега крутой торт я хочу поделиться с вами этим рецептом буду все показывать и рассказывать пошагово поэтому поехали нам понадобится 5 яиц я отдельно заранее подготовила отделила белки от желтков затем 160 грамм муки 200 грамм сахара 4 или 5 ложек какао сливочное масло заранее растопленное здесь 55 грамм и не полная ложечка соды мы ее будем гасить столовым уксусом и при взбивании белков я добавлю немного ванильного сахара начинаем взбивать белок с щепоткой соли для того чтобы они были пышнее я миксером начали на небольшой скорости буду это делать видите мы сбили белочки до такого же как густоватого состояния именно сейчас нам нужно добавить сахар но не весь потому что еще в желтки будем его добавлять большую часть мы добавляем в белки а остальное в желтки и будем взбивать прямо для таких крепких пиков и так мы взбили до крутых пиков ведь переворачиваем белки не вываливаются значит это лучшая консистенция нашего бисквита и переходим к взбиванию желтков добавляем сахар и так желтки увеличились в объемах если где-то остались крупинки сахара по бокам это не страшно так теперь я буду добавлять 55 грамм растопленного предварительно вот я в микроволновой печи но не горячего сливочного масла и взбиваем теперь вам нужно добавить соду гашеную уксусом у меня здесь не полная чайная ложечка сода теперь это все добавляем желточка но взбивать нужно здесь недолго вот буквально чтоб просто гашеная сода растворилась теперь белки мы будем добавлять наши желтки и нужно будет очень хорошо вымешать но аккуратно для того чтобы наши белки не потеряли свою воздушность и придавали пышность нашему бисквиту нужно вымешивать чтобы наши желтки прям аж растворились у нас однородная масса получилось а Готово, я беру форму и натираю только дно. Бока не натираю, для того, чтобы в духовке наш бисквит подымался и цеплялся за бока и был воздушным. Теперь убираем в духовочку на 180 градусов на 30-40 минут. У каждого духовка своя, поэтому вы можете сами варьировать время выпечки. Раньше 30 минут духовку не открывайте, для того, чтобы ваш бисквит не опал. После 30-40 минут его достаньте и проверьте на готовность шпажкой или зубочисткой. Мой бисквит готов. Теперь нужно дождаться, пока он остынет, и я его буду разрезать на две части. Просто идеальный пористый бисквит. Чтобы наши коржи были сочными и пропитанными, мы приготовим пропитку. Здесь у меня 150 грамм вареной сгущенки и 150 миллилитров молока. Ставим все на плиту и хорошенечко-хорошенечко помешиваем до полного растворения сгущенки. Единственное, вы не должны доводить до кипения. Только хорошо прогреть и размешать. Для нашего тортика я буду делать сливочный крем. Для этого нам понадобятся сливки 30% жирности, сыр маскарпоне, сироп блю киросау. Для того, чтобы нашему крему придался необычный голубоватый оттенок. Затем будем добавлять 120 грамм сахарной пудры. Она у меня уже идет с ванильным, скажем так, вкусом. Перед началом взбивания я где-то на полчаса в холодильник, лучше всего в морозильную камеру, убрала емкость, где я буду взбивать. Объясню почему. Потому что сливки имеют свойство таять. Поэтому предварительно охлажденные сливки. Я их накануне поставила с вечера, поэтому они хорошенечко так охладились. Их 500 грамм я выливаю в емкость. Затем сыр маскарпоне. Но для начала мне нужно немножко взбить сливки, чтобы они начали уже загустевать. Потом я только буду добавлять сыр маскарпоне, чтобы они были примерно уже близко друг к другу консистенции и не перебить сливки. Итак, первым делом мы взбиваем наши сливки. Вначале на маленькой скорости. Итак, наши сливки немножко загустели. Теперь мы можем добавить сыр маскарпоне. Вначале мы будем добавлять наш торт. Наши сливки с сыром маскарпоне и с блю киросау. Украшать будем миндальные лепестки, черная смородина и клубницы. У нас получился. Итак, наш бомбический тортик уже готов, поэтому я буду угощать своего мужа, ведь он так любит такие тортики. А вы не забывайте, пишите свои комментарии, делитесь в них своими рецептиками. Подписывайтесь на наш канал, мы вас всех любим. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok